В ночь на воскресенье 22 ноября Крым был полностью обесточен в результате повреждения в Херсонской области опор линий электропередач, поставляющих электроэнергию на полуостров. Окупационные власти Крыма и Севастополя объявили в регионах режим чрезвычайной ситуации, а в понедельник призвали крымчан готовиться к длительным проблемам. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив, а то есть 22 декабря. Правительством еще раз в Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. Понедельник, 23 ноября, Аксенов объявил выходным в Крыму для всех, кроме республиканских и муниципальных учреждений. Школы и детские сады полуострова закрыты на вынужденный выходной. Энергоснабжение больниц производится при помощи дизельных генераторов. Однако там возникла проблема с водой. Из-за перебоев со светом ее приходится подвозить. Ажиотаж наблюдается на крымских автозаправках. Во многих из них уже закончились отдельные виды топлива. Там выстроились часовые очереди. Крымчане скупают топливо впрок – и для автомобилей, и для генераторов. Отсутствие электричества также остановило работу магазинов крупных торговых сетей. А в тех, которые продолжают работать – огромные очереди. Люди скупают все, что есть на полках. Однако на настроение крымчан перебои с электричеством не повлияли. Мы попросили жителей полуострова оценить сложившуюся ситуацию. В большинстве крымчане в проблеме обвиняют Украину. И уже привычно – готовы терпеть. Даже мы не переживали ни за холодильники, ни за что. Так что ничего страшного. Перетерпим. Правильно? Это временно. Все временно все возобновится, все сделается, все будет хорошо. Очень отрицательно отношусь. Поступили они неправильно. Именно, наверное, чисто по-хохлядски. Нельзя так, нельзя им так по надкусию. Но я думаю, что лишь бы мир был на земле. Мы рады, что у нас здесь мирно. И мы все переживем. Поэтому ничего страшного нет. И довольны, и недовольны. Всегда нас, наш Крым, наша Россия без света не оставить. Неудобства, ничего. На все привыкли. Бывает, свет не бывает. Ну, еще на свет не жаловали за всех. Только вчера два дня немножко свет не было. Сейчас опять свет установили у нас очень хорошо. Ну, моя оценка какая. Ну, как говорится, все в стране нормально. Мы это потерпим, что нет света. Мы привыкаем к этому. Это ж неправильно. Я сам украинец. Живу в Крыму 46 лет на этом месте. Это полнейшее безобразие. Это сделали на свою голову. Знаете, как есть поговорка? Русские не здаются. Было у нас, как говорится, тяжко за все эти года, пока мы были, так сказать, под Украиной. А сейчас ничего. Дядя Вова нас в обиду не даст. В настоящее время энергосистема Крыма обеспечивается электроэнергией за счет собственной генерации. Однако в российском МЧС уже сообщили, что запасы горючего для крымских электростанций на исходе. Их хватит на три дня. Не менее сложная ситуация и в Севастополе. Там из-за отсутствия света остановились троллейбусы, отключены уличное освещение и рекламные носители. Окупационный губернатор города также просит горожан готовиться к худшему. Еще раз хочу обратиться ко всем севастопольцам. Не надо поднимать ажиотажа. Не надо впадать в панику. Самое главное еще разу сохранять спокойствие и работать в нормальном режиме. Тем временем украинские власти пока не могут сказать, когда возобновится энергоснабжение полуострова и ряда регионов Херсонской области, которые тоже пострадали в результате подрыва опор. Министр энергетики и угольной промышленности Украины заверил, что ремонт поврежденных линий электропередач станет возможен только после доступа к ним ремонтных бригад. Украинские власти пока не договорились с участниками гражданской блокады Крыма о допуске ремонтных бригад поврежденным линиям электропередач. Если удастся достичь компромисса, на ремонт поврежденных линий и возобновление энергоснабжения по подсчетам Минэнерго понадобится около пяти дней.